Под звуки марша торжественная часть началась в одном из подразделений Росгвардии. Школьники привезли не только коробки с подарками от всего класса, но и приготовили творческие сюрпризы. Пели, читали стихи, вручали рисунки. Самих же подарков оказалось столько, что солдаты не смогли их все удержать в руках. Презенты ко Дню Защитника Отечества ребята собирали в школах, упаковывали сладости, приятные мелочи, открытки. В ответ на такое внимание им приготовили ответный подарок – экскурсию в конно-кинологический центр МЧС. У Южного центра есть филиалы в Геленджике, Архизе и Крыму. Здесь же в Сочи обитают 37 коней и 8 собак. Помогают спасать жизни людей, а в свободное время с удовольствием общаются с гостями. Дни открытых дверей позволяют нам с деток ознакомиться с конным, кинологическим, спасательным делом, привлечь студентов, деток к этому замечательному делу. В дальнейшем вырастает подрастающее поколение, которое выбирает специальности данного направления. Мы пополняем спасателей наших по всей стране. Дети – это наше будущее. И тот патриотизм, который мы сегодня вкладываем в их головы – это как раз тот момент, над чем надо работать даже, я бы сказал, не ежемесячно, еженедельно, а ежедневно. Дети с большим желанием занимаются, смотрят, изучают. Многие мальчишки уже изъявляют желание поступать в военное училище. Подобные экскурсии запланированы также в пожарной и военной части. Всего в преддверии Дня защитника Отечества к этим самым защитникам отправятся почти тысячи сочинских ребят. Галина Моисеева, Телекомпания, ВКТ.